привет интернет это выживатор я продолжаю выживать в игре айси frostbite edition прошлом видео мы взяли в нашу группу еще одного выжившего его прозвище клык он доверяет нам потому что доверял другу который порекомендовал с ним встретиться и потому что у него особо нет выбора он понимает что после смерти его лошади ему его шансы на выживание сократились поэтому он решил присоединиться к нам он очень опытный довольно опытный боец все все умеет но навыки средние скажем так не максимальный а поэтому это развязывает мне руки я могу вручить ему любой вид оружия у меня есть пистолет нож но нож это скорее сегодня не столько огнестрел надо посмотреть пистолет действие доступны ему пою может быть его стоит сделать вот таким рукопашником тире стрелком но это не самое лучшее использование его навыков по правде говоря давай посмотрим что я могу забрать у других например джером лук так у него все по два лука танеха я заберу у джерома пожалуй хотя у него вот есть бронзовые укрытия это хорошая вещь посмотрим кого еще что то есть интересно 32 огнестрела нету рукопашка но тут девчонка очень крутая так лучница хорошо нагнестрел карлос на лучница рукопашник однозначно рукопашник это больше особо ничего не имеет так теперь надо просто понять на я могу например забрать у себя этот нож или дать нож у меня есть нож я ему даю вот это рукопашка так хрен хреновая конечно рукопашка есть старый пистолет тоже плохая плохое стрелковое оружие но хотя бы что-то потом найдем дадим ему что-то посерьезнее в любом случае если вдуматься то это новый член команды я не обязан его прям сразу экипировывать по максимуму так а теперь подумаем куда идти по у меня не был еще вот здесь поэтому сюда отправляемся уже довольно поздно и вы уже готовитесь ко сну когда эйприл вдруг подходит к вам привет удели мне минуту я хочу поговорить о моем муже что такое что ж мне особо нечего сказать я знаю карлоса знаю его очень хорошо и люблю его но я не дура я вижу насколько раздражающим он может быть вечно пытаясь оставить последние слова за собой в любом споре умоляю дай ему шанс постарайся разглядеть в его за его сарказмом и упрямостью доброго и благоразумного человека а ты познакомиться с ним заняла определенное время ну конечно конечно хорошо так не могу обещать это сделаю ну давай узнаем мне интересно узнать их историю поэтому я спрошу а ты познакомиться с ним заняла определенное время она хихикает да это заняло время много времени на самом деле я посчитала его скучным и раздражающим когда мы впервые встретились но со временем я кое-что разглядела в нем я это сделаю конечно это сделаю это же наша команда просто она делать паузу усилить подобрать нужные слова просто запомни что он гораздо терпимее и воспитаннее то не чем кажется думаю ты ему нравишься по крайней мере немного хоть немного он ни за что не признается в этом не так быстро но если мы и живы то лишь благодаря тебе и он это знает что ж думаю у меня все доброй ночи и спасибо за умение слушать она улыбается и уходят вы залит зайти в свою палатку и погружаетесь в сон так думаю что сначала надо зайти в поселение посмотреть что же там есть интересного впереди вы видите небольшое поселение днем есть несколько мест где можно поживиться чем-то ценным однако там легко можно уголить засаду бандитов и мародер и блин угроза довольно высокая на самом деле при том что так давай давай сейчас ходим в лес в лесу примерно так столько же лута но при этом не так опасно в этих лесах скрывается множество диких дверей и охота здесь может оказаться довольно плодотворной однако лучше смотреть оба чтобы избежать неприятных сюрпризов попробуем вы собираете своих людей чтобы решить что делать дальше когда замечаете поблизости какое-то шевеление похоже что вас пытается окружить стая волков о какие они опасные злые голодные похоже так а нужно действовать быстро прежде чем они нападут у нас есть огонь на факел поэтому на факел может быть полезен для например каких-то вещей ну например для например для того чтобы посвятить где-то и тогда не хочу потерять факел поэтому он давать сразимся выбора нет вы должны приготовиться к бою с волками так их тут не так уж и много у нас здоровье поболее пока надо подумать на кто чем я конечно же стрелять буду джером ну матчей то она тоже матчет здесь все понятно здесь все просто что касается пусть возьмет старый пистолет против волков лучше из пистолета стрелять так рукопашников меня раз два три нормально начинаем бой активировать так смотрим что у нас там есть интересного серебряный шквал и допустим бронзовая стрела не сочетаются автомат не считается маневр так увеличение урона наносимого союзника не на 3 хода и увеличение так 22 процента серебряный шквал лан скрытно скрытно тоже прикольно очень даже 11 причем всем мораль под под поднимем бронзовый позадорим давай активируем дальше бронзовый позадоривание пуля маневр защита вот отличная штука защита давай ее активируем мы будем получать меньше урона дальше больше ничего нам это не дает да я могу на нанести еще уронных атаки я так и поступлю пожалуй потому что это единственное что мне сейчас поможет вот эти вещи не сочетаются так что такое стреляем и заканчиваем ход посмотрим но сейчас скорее всего мы мало урона должны получить потому что у нас повышена защита у них а понижена атака они немного повредили нашу мораль нанесли урон и прикасать неприлично прилично на мораль они ее и атакуют в основном я смотрю жаль очень быстро пуш меняются ходы я не успеваю много так все теперь у меня вообще нет ничего для морали сейчас это очень плохо бронзовый удар бронзовая незаметность так удар 0 почему так они они на себя баб 0 а с нас сняли все бонусы почему-то то ли это связано с тем что нас мораль плохая то ли что непонятно так давай попробуем прицельная меткость огнестрельный урон снижаем боевой дух снайперским выстрелом что-то слабый урон очень слабый потому что у них защита да не такая же большая на самом деле так а если я например нет лучше уж я стрельну выстрелю и снайперской винтовки бабах стреляем удар удар сумме дают больше третий не третий нельзя атакуй скрытный удар повышает мораль это не нужно так надо посмотрим я думаю что скорее всего не сейчас а мораль до самого не запустит что они там делают у меня еще штрафов почему-то много видимо из-за плохих навыков наверно так опять они мне мою мораль опускают рычат тут кричат кусают повреждают мало но блин перепугались наши ребята знатно так бронзовая пуля давай попробуем стрельнуть смотри не стреляяда давай-ка очереди пожалуй потому что скоро у нас будут проблемы серьезные по-моему с моралью отлично так укрытие поглощает урон активируем один из бойцов защищает других прикрылых другой каким-то образом пугает не нужно кричит наверно снижаем вражеский боевой дух от что у нас ничего ладно тогда вот снижаем один в общем там зарычал я не знаю закричал помахал камень бросил волки напугались а другой бабах носит урон сюда так мы пока побеждаем просто у нас очень плохая ситуация с морали я не знаю что будет когда мораль снизится ну вот похоже атака понижен и так далее все у нас 0 мораль по идее мы даже сейчас вообще просто свалить отсюда волки воют рычат страшно в общем наши бойцы какой-то причине не могут больше в основе боевого дух союзников поглощение урона великолепная вещь смена позиции один из бойцов отошел в общем восстанавливаем моральный дух минус 50 процентов урон они немало урона наносит поэтому один говорит не бойтесь мне всех победимых уже мало осталось кричит так серебряный шквал нанесение урона ближним боем еще столкновение в общем одного волка отпинают там моральный дух не кстати они как это как будто у нас забирают мораль их все меньше и меньше но при этом почему-то у них мораль растет а у нас падает так мы бьем из тени смотри кстати прикольным без берешь вот эту штуку добавляешь и уже все увеличивается в разы просто лучник убийца нанесение урона на расстояние стрельбу из лука восстановление боевого духа с союзников круто круто и крутое сочетание мне нравится и вот один из лучников стреляет волка и убивает его одним выстрелом бам другой наносит удар рукопашина бам конец хода странные волки в основном пугают он приближаются окружают двигаются бегают в общем воют и в основном атакует мою мораль просто запугивают короче как могут а мы поглощаем урон все перепуганы конечно но все-таки побеждаем мораль моевой дух ему смысл конечно нет смысла мораль понижать но нам наверное есть смысл поднять немножко сразу три единицу урон очень серьезно давай стреляй на родной поехали дальше опять они прибежали окружили укусили 1 набросились ближним боем звыл там хозяин наверно будет вот так уже трое осталось да а мы ему как очередь да если смысл очереди задолбать не знаю сколько 28 осталось ну так я нанесу примерно такой же урон только использую 2 видница атаки 12 5 патронов 5 5 патронов 14 ну ладно пусть стреляем стреляем из лука ну так слабенько может быть даже по шерсти только стреляем еще раз бьем рука пашку и наш главный кричит ребята мы уже почти победили держитесь этим поднимает мораль отряда так кусают набрасываются приближаются кусают снова кусают вот они видишь сейчас они пошли пау по моему здоровью наносить урон видимо с моралью разобрались больше уже него это у них стопроцентная мораль поэтому они пошли нашему нас по и все равно похоже атакуют мораль потому что вот здесь что-то мелькало так но я думаю что наверное мы его сейчас добьем у нас правда очень плохо с уроном попробуем вот как так усилить 3 до а если я выстрелю вот так ничего а если так так ладно видишь они нам мораль понизили поэтому нас резко ухудшается наша такую способность так и он все победили наконец наконец победили набрали дров набрали мясо мало правда по моему набрали сухожилия шерсть и так далее взять все конечно берем все но это нам стоило войдет в копеечку конечно так подлечимся 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 так но я же получается что я могу еще раз что ли а ну я попытался но нас отвлекли скажем так попробуем еще раз опять да давай отпугнем 10 патронов а отпугнули а мы не огнем пальбой вы делаете по животным несколько десятков выстрелов к тому времени как вы заканчиваете стрелять большинство волков уже убегает еще кое-что даже кого-то убили вон смотрим убили и таким образом спаслись так я не понимаю дожди-ка но все в лесу похоже в общем больше ничего нет зайдем тогда на ферму путешествую через белую пустошку замечаете старую ферму даже если она уже была несколько раз обчищена мародеры могли упустить что-нибудь ценного попробуем смотреть что там есть здание рушится вы должны как можно скорее уходить отсюда просто бежать толпиться в углу и засесть в укрытие вывести спутников отсюда ну давай вывести спутников отсюда блин просто бежать ну вот здание ты идешь такое здание рушится что ты сделаешь обратно отойдешь да просто бежать вы повести спутник в чем разница между спросите бежать и вывести спутник мы не будем вот это делать это мне кажется просто припалывать получим урон вывести спутников попробуем вывести спутников красноречия провал обломки падают на вас и вашей группой вам еле удается сбежать из здания живым нашли несколько патронов берем так чертовски неудачно получилось опять блин опять придется лечиться у меня заканчивается аптечки пипец все аптечек нет вот это плохо просто вывести отсюда блин ладно идем дальше нас сохранится на всякий случай я не буду туда идти потому что там очень большой риск скорее всего ничем хорошим это уже не закончится потому что у нас очень плохо со здоровьем жилой дом до сейчас любое решение в общем то может быть очень тяжелым поэтому я не буду сейчас туда идти отправимся мы вот в этот дом может быть здесь что-то найдем интересное сад главное здание вдали вы видите сад великолепный дворец из стекла и стали сияющая крепость в которой удачливые выжившие выращивают свою собственную еду вход тяжело укрепленный охрана обыскивает вас прежде чем пустить внутрь теперь вы можете зайти в здание вас приводят большую комнату где тепло и полно людей похоже что это единственное место открытое для посторонних мы наконец-то пришли это общая площадь сада чужакам запрещено ходить куда-то еще они не позволяют про пришлым даже спать внутри поэтому в случае необходимости нам придется отыскать место для лагеря где-нибудь неподалеку идти на торговый пост проверить таверну пойдайте к охотникам подойти к охране подойти к одиночке покинуть сад так ну сначала поговорим с охотниками подойти группе охотников и пера выпивающих возле таверны вы подходите к охотникам они разговаривают о каких-то пропавших людях и неудачной охоте которая была несколько дней назад внезапно к вам поворачивается мужчина средних лет и обращается надменным тоном вам что-то нужно или вы просто на просто нравится подслушивать беседы людей извини мне случайно довелось послушать вашу беседу но думаю я действительно могу помочь тебе найти твоих пропавших друзей женщина рассказывать мы потеряли их три дня назад теперь уже ничего не сделать скорее всего они мертвые мужчина средних лет бьет кулаком постула мы не можем быть в этом уверены эти двое начинают спорить в то время как третий охотник пытается поговорить с вами странник мы потеряли своих людей в лесах к северу отсюда если вам удастся обнаружить их следы или даже их самих живом состоянии мы были бы чрезвычайно признательны охотники продолжают что-то обсуждать как вы слышите они говорят одно и то же только разными словами никак не могут прийти к единогласию давай сходим к охране подойти и поговорить с охранниками перед дверью ведущий внутрь комплекс вы приближаетесь к охране защищающий вход во внутренние части здания при виде вас они поднимают свое оружие пароход воспрещен чужак если хочешь связаться с кем-то из нашего поселения поговори сперва со мной как попасть внутрь никак чужакам вход строго воспрещен вы можете войти только если кто-нибудь местный поручится за вас и даже в этом случае необходимо общее одобрение окей спасибо сходим к одиночке наверно подойти поговорить с человеком одиноко сидящим маленькой будки в год нет сначала проверим таверну идти в таверну и поговорить с барменом таверна представляет собой небольшую стойку с несколькими столами и стульями вокруг здесь никого нет кроме бармена приветствую странники чем могу чем вам могу помочь хотите выпить или может вы хотите отведать наших знаменитых блюд купить еды мне нужно нужны лекарства располагайтесь у нас есть свежие овощи и горячее блюдо или же вы пришли чтобы отведать наших ликеров и нужны мне ваши ликеры 3 единицы еды дают на 8 патронов так что я могу продать может быть я вот не знаю зачем мне все вот это нужно на самом деле большое устройство сигареты давай отдам им все сигареты у нас курящих нету веревка если станут отмычки нужны кошки нужны древесину можно например продать хотя она для крафта тоже нужно куски металла так кстати а может быть сигареты может быть сигареты можно как-то в крафте использовать так посмотрим но нет нельзя ну пока нет по крайней мере такого рецепта то есть я подумал может быть например как-то в медицине с табак можно использовать куски металла кожа бутылки чем не бутылки нужно вроде как не зачем пустые бутылки пустые может быть я потом смогу молотого делать конечно не знаю тоже но я возьму одну но немного фруктов возьмем хотя у меня конечно есть вообще-то пятницы не подожди лучше не фрукты возьмем а вот этот горячий суп так вот так вот поменяемся много еды я думаю не бывает так теперь на торговый пост сходим торговый пост представляет из себя несколько ящиков и кабинок похоже что единственная кто здесь работать некая молодая женщина привет чем мы вам не чем я могу вам помочь мы можем предложить все что окажется полезно во время ваших странствий задать парова могу задать пару вопросов я бы хотела пообщаться но я здесь новенькая и не хочу чтобы охрана увидела как я болтаю с людьми вместо работы если у вас есть вопросы спросите матео это охотник в будке рядом давай поторгуем посмотрим у вас похоже ничего нет такого чтобы нам пригодилось но нам пригодились бы медикаменты их мы обязательно возьмем потому что с этим делом меня прям совсем сейчас туго что можно отдать отдать мыло устройство так устройство тоже могут пригодиться конечно и может быть кто-то за не даже больше бы отвалил но пожалуй мне сейчас нужно лекарство не знаю зачем мне столовой прибор наверное а ну и копии всякие наверное делать там подобное так продаем бутылки о смотри она за ноутбук готова больше заплатить ну бери тогда она себе в интернете посмотришь что там как без телевидения видеоигр и наркотиков книги вновь стали популярным источником развлечений неплохо она готова заплатить за это за эту книгу то а нет всего три ну тоже нормально так а если я если я например не наверное получу я это понимаю что если я например больше чем нужно продам то наверное я получу остальные ресурсы в качестве патронов правильно же вот смотри у меня сейчас 57 я делаю не очень выгодную сделку для себя на вот добавили значит все нормально значит они просто компенсируют добивают остаток патроны хорошо так я продам то что не мне сейчас не очень нужно вроде как получу дополнительный патрон потом мне это наверное все пригодится может быть я смогу делать молотовый может быть еще что-то я не знаю ягода горячий суп 5 минус еды 9 патронов так ну давай ладно покупаем так что теперь здесь можно давай подойдем к одиночке мужчина считаешь читающий потрепанную книгу сидит внутри маленькой будки когда он замечает вас что поднимает взгляд и спрашивать чем я могу помочь так у него лица интересно так спросить про него спросить про сад что ты можешь рассказать про это место сад единственное место в мире где люди все еще могут выращивать себе пищу мы действительно безунчики ну откуда ты знаешь что единственное ты же не везде был мы продаем много еды и странникам вроде вас в обмен мы получаем все необходимое для обеспечения функционирования этого места кто то на самом деле я был охотником но несколько лет назад со мной произошел несчастный случай и я так и не смог восстановиться в крайне по крайней мере полностью сейчас я даже не могу нормально ходить так что я сижу здесь помогаю незнакомцам и веду дела с другими охотниками по крайней мере я могу поделиться опытом с другими людьми охота занятия не из легких но мы не можем полагаться только на то что мы сможем вырастить внутри сада еды не бывает слишком много только не белой пустоши понятно парень счастливо тебе я все здесь посмотрел поэтому нам надо уже покидать вы уже готовы уйти из сада когда впереди видите странную женщину она полураздета а ее тело покрыто светящимися белыми татуировками ух ты вам не холодно леди только зайдя внутрь она начинает кричать на парня в будке ты сукин сын ты что это была за шутка это что была шутка что я сказал тебе все о чем тебе хотелось узнать ты серьезно твою мать ты серьезно они все мертвы это твоя вина ты причины по которой они пришлись туда тебе было известно что это опасно охранник приближается с оружием в руках вам лучше успокоиться и свалить мы отдали вам то что вы хотели люди вроде вас здесь не приветствуются вы слышали парня с пушкой угомонитесь вы метайтесь не ваш не наша вина что вы белые люди умираете так легко чё вот к чему приводит ходьба глышом и драки в деревянных палках на деревянных палках женщина выпрямляется закрывает глаза и выдыхает воздух из легких не сегодня но ты за это заплатишь она разворачивается и уходит подойти к ней игнорировать ее слушай ну а какая-то неадекватка блин вообще она какая-то странно почему она голая ходит почему она скопили скопили да меня удивляет то как отреагировала на них охрана почему-то они сказали ей что типа вали отсюда я так понимаю что она наверное ее племя погибло из-за того что они нам может быть спросили о чем-то там у этих может какую-то работу или еще что-то задачу какую-то выполняли и в итоге все погибли но они видимо у них какие-то свои странные обычаи девушка чертовски страны не знаю мы к ней подойдем я не знаю прям мы будем ли ее к себе звать или нет она замечает ваш вас и разговор и заговорит прежде чем вы успеваете произнести хоть слово тебе что-то нужно или ты просто пялишься на мою грудь что за чертовщина откуда тебе так в тебе такая холодность она из белых людей они могут сопротивляться холоду благодаря своим причудливым волшебным татуировкам чего это не волшебство это благословление дарованное нам чтобы мы могли выжить в этом холодном мире жаль что холод далеко не единственная опасность в белой пустоши теперь если вы хотите помочь отчаявшейся женщине пожалуйста оставьте меня одну я не в настроении что произошло почему они тебя так разозлили я пришла сюда чтобы найти наших людей группу исследователей отправившихся на поиски истины они пропали и меня отправили узнать что с ними случилось я спросил это от того говнюка куда они направлялись мои братья и он сразу навел меня на их след все они были мертвы их растерзали мутанты не знаю намеренно ли он отправил их на смерть но даже если так то я бы не удивилась почему спросить про исследователя расскажи мне побольше об этих исследователях что они искали и зачем мгновение она смотрит на вас возможно решая можно ли вам доверять это сложно в белой пустоши полно странных мест секретные лаборатории были построены древними в попытке раскрыть тайны природы но деятельность древних лишь обрекла нас всех на гибель обычно мы не интересуемся древними технологиями но в этот раз все совсем по другому в тех лабораториях было то что мы должны были забрать даже если это означало бы сразиться с десятками мутантов устроившими там свое логово вот почему мне нужна ваша помощь я расскажу вам больше когда мы найдем то что я ищу если найдем то что я ищу мы даже не знаем кто ты не хочешь представиться и рассказать о себе хотя бы немного прежде чем мы будем вести друг друг другом дела меня зовут джонниф я одна из белых людей мы едины с природой и носим на себе благословенный дар тепла от нашей матери но в конце концов я такой же человек как и ты может мне и не приходится беспокоиться о холодных ветрах но мы двое не так уж и отличаемся белые люди не какие-нибудь психи или чокнутые что надо делать мне нужна помощь чтобы завершить то что мое братство пыталось пыталась сделать мы должны попасть внутрь этой подземной лаборатории и отыскать там что-то вроде центральной комнаты когда мы окажемся там нам необходимо отыскать таинственное вещество созданное древними и узнать опасно ли оно я не могу пойти туда одна против мутантов у меня нет шансов но нас много мы можем помочь друг другу я могу отыскать способ оказывать вам поддержку в будущем блин вот эта женщина у меня впервые пожалуй из всех серьезно заставляет задуматься засомневаться но и вот эта история с татуировками которые помогают не мерзнуть она очень странная но с другой стороны она какая-то прям совсем странная и возможно мы что-то больше узнаем о мире этой игры если будем прислушиваться к тому что она будет нам например говорить правда у меня есть подозрение что она может быть наверное не очень будет хорошо лазить с другими членами группы поэтому с точки зрения выживания я бы наверное ее не взял но с точки зрения интересности то есть с точки зрения познания особенности этого мира я бы с ней все таки я бы взял в себе в компанию и пообщался но во всех спорах я буду придерживаться стороны моих людей если будет нужно ее прикончить или изгнать мы это сделаем ну что ж мы в деле давай сделаем это ее лицо освещается мягкой улыбкой спасибо большое вам спасибо мне правда очень нужна любая помощь встретимся вместе где погибли мои люди позволь мне показать тебе где это тут недалеко но легко пройти мимо приготовьтесь как следует но не затягивайте еще раз спасибо я буду вас ждать она снова улыбается и уходит нетронутая холодом невзирая на отсутствие одежды так но это чертовски странно чертовски странно я честно говоря ожидал знаешь чего что мы что она к нам присоединиться и таким образом мы с ней ну будем как бы в одной команде и будем каким-то образом ну помогать друг другу но у меня сейчас вообще нифига нет медикаментов и соваться в какое-то место где куча мутантов по-моему просто будет неадекватно ситуация довольно суровая потому что мне не хватает медикаментов я не знаю что будет дальше любая стычка следующая может нашу группу поставить очень серьезную ситуацию поэтому моя следующая задача будет решить проблему с медикаментами так или иначе а на этом у меня все спасибо за просмотр ставь лайк если понравилось видео подписывайся на канал если еще этого не сделал и до встречи в следующем видео пока